Добрый вечер, 20.04 в Москве. Это Сергей Медведев, это программа «Археология». И, несмотря на то, что у нас сегодня вторник, у нас живой эфир. Вот так мы решили поддержать оживление жизни. Ой, так сказать, извините за тавтологию. Такое общее оживление, которое в Москве наблюдается в эти дни перед первым сентября. Снова пробки на улицах. Так что сегодня у нас живой эфир. И говорим мы, в общем-то, тоже о теме, относящейся к первому сентября, о теме поколений, о теме нового поколения. Я хочу начать с такого наблюдения, которое прочитал у своего знакомого в ЖЖ. Речь, по-моему, шла там о 12-ти или 13-ти летнем мальчике, который услышал песню, которая всем вам, конечно, знакома. Вот это еще старая, революционная и бесстрашный отряд поскакал на врага. Мальчик это воспринял как и бесплатный отряд поскакал на врага. Когда ему разъяснили, что, так сказать, отряд поскакал не бесплатно, а бесстрашно, и дальше рассказали эту песню, а там есть слова «Передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих». Сказал какое-то странное ощущение, как будто прораб с какими-то гастарбайтерами бился. В общем, что-то такое со стройкой связанное. Так что передача наша сегодняшняя такая о конфликте поколений, о непонимании поколений. Если еще точнее, я хочу поговорить о том, что называют поколением миллениума, поколением Y или поколением Y, поколением Next. Люди, рожденные, ну если по мировым или американским меркам, между 1980 и 2000, а по российским, скорее, между 1985 и 2000 годом, началом перестройки и, вот так сказать, нынешней политической ситуации. Поколение, которое сейчас выходит в жизнь. 20-летние, ну, и может быть, до 30-35-летних. Так, что это за люди? Является ли действительно вот этот глобальный тренд, затронул ли он Россию? Поговорим с нашими сегодняшними гостями. Это Валерия Косомара, заведующий лабораторией политических исследований Высшей школы экономики. Добрый вечер. Добрый вечер. И психолог Марк Сандомирский. Добрый вечер, Марк. Ну, вот первый вопрос хочу задать. Собственно, в России этот феномен наблюдается. Есть ли вот такое четко очерченное новое поколение, вот это вот поколение миллениума? И да, и нет. С одной стороны, конечно же, водораздел, граница, или даже, можно сказать, пропасть между поколениями отцов и детей углубляется. И это особенно становится заметно, начиная со второй половины 2000-х годов. По крайней мере, с точки зрения психологии, психотерапии, не знаю, как в социологии это проявляется. Психологически они несколько иные. Но мы здесь в чем-то повторяем Запад, а в чем-то идем своим особенным оригинальным путем. И я бы сказал, что, на мой взгляд, одной из главных характеристик этого нового поколения, которая стала очень отчетливо проявляться, так, лет 7-8 назад, является большая агрессивность, меньшая способность сопереживать и сочувствовать людям. То есть меньше эмпатии и больше таких конфликтных стратегий. Конечно же, тут наблюдается совершенно очевидно такая обратная пропорция. Чем меньше эмпатии, тем больше агрессии. Не случайно, начиная с середины 2000-х годов, в России начался рост количества преступлений, совершаемых подростками, правонарушителями. И то, что сегодняшняя молодежь становится более жестокой, родители могут наблюдать на экране, в телесериалах, описывающих будни современной школы, узнавать от своих детей о том, как их сверстники проводят досуг, как они общаются. И даже появилось такое представление о сегодняшних подростках и недалеко от них, ушедших 20-летних, поколении «жесть». «Жесть» — это словечко из сегодняшнего молодежного лексикона, обозначает нечто в превосходной степени. Вау, круто, «жесть». Хотя, с другой стороны, оно образовано слово «жестокость». И вот это совпадение или взаимное наложение смыслов совершенно не случайно. — Поколение «жесть». Лера, как вы согласитесь с этим наблюдением психолога? — Ну, ты знаешь, я вот сколько слушала в речи молодежи и слышала это слово «жесть», оно обычно было с другой коннотацией. То есть всегда это было, скорее, с негативом, ну, вообще «жесть», ну, то есть что-то плохое. Вот, по поводу комментариев, у меня здесь, скорее, вопрос возникает. По ряду социологических исследований мы действительно наблюдаем то, что у нас уровень агрессии всего населения, а не только молодежи, он зашкаливает. И это, скорее, такая вот общероссийская проблема, которую мы ощущаем, оказываясь, на родине. Выходишь с трапа самолета и тут же понимаешь, что ты дома, потому что зачастую именно отсутствие улыбок, отсутствие эмпатии, отсутствие всего того, что нам комфортно видеть по ту сторону границы, сразу режет глаз. И, скорее, я бы говорила, что это не молодежное явление, а, скорее, общероссийское, потому что, если брать Европу, если брать Америку, уровень агрессивности однозначно ниже. И для меня, скорее, то поколение, которое мы сегодня обсуждаем, если уж совсем не углубляться в тургеневских отцов и детей, хотя сейчас вот ехали сюда на передачу, и коллега говорит, если бы во времена Тургенева появилось такое количество гаджетов, как сейчас, то, наверное, у них были бы те же самые проблемы, что и у нас. То, скорее, это проблема для меня сейчас, молодежи, которые уходят от реального общения, которая как раз и не может выработать эмпатию, потому что из-за отсутствия реального общения, из-за доминирования в их жизни огромного количества социальных сетей и прочее-прочее, они уходят в онлайн из оффлайна. А то, про что мы говорим, формирование души, формирование чего-то, оно в онлайне как-то плохо формируется. Ну да, и вот в связи с этим вопрос, очень часто говорят социологи о синдроме Питера Пэна, о том, что отложенная взрослость. Может быть, это и есть следствие вот этой вот гаджетомании, то, что люди, их социальное окружение формируется их же собственными сверстниками, да, 17-летние переговариваются там в чате, общаются в контакте с теми же 17-летними. То есть нарушились механизмы передачи опыта, трансляции опыта от старшего поколения к младшему. Просто знаешь, что здесь еще пришло в голову? Вот когда мы смотрим вообще на всю систему ценностей, здесь вот Россия в целом, молодежи в том числе, то мы же можем наблюдать, что у нас по многим ценностям, по многим представлениям, маятник качнулся в демитральную противоположную сторону. Ну, например, до развала Советского Союза коллективизм, 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 и как плохо выделяться, не быть выскочкой, главное не выделяться, быть как все. Сейчас маятник раз и качнулся совершенно в другую сторону. Индивидуализм надо обязательно выделиться. И вот ведь современное поколение, про которое, как я понимаю, Сергей и хотел поговорить, у них жизненная кредо быть не таким, как все. И с одной стороны, есть желание отличиться, а с другой стороны, то, про что сказал Сергей, это инфантилизм, на фоне которого хочется выпендриться, отличиться, быть не таким, как все. То есть, с одной стороны, нежелание брать на себя ответственность, но с другой стороны, желание быть публичным, заметным, быть востребованным и прочее-прочее. И мне кажется, что главная проблема здесь заключается в дисгармонии, в несостыковке «хочу», «могу» и «что я готов ради этого сделать?» То есть вот это вот, да, я понимаю, что есть какое-то очень сильное желание публичности, желание выделиться, желание вот этого вот порывка идентичности какой-то. Да, ну, скажите, пожалуйста, Верия, а почему вы разделяете вот этот нарциссизм, самлюбование, стремление к популярности в глазах сверстников, или, возможно, более широкого круга, и недостаточную ответственность? На мой взгляд, это одного поля ягоды, это просто-напросто различные проявления того же самого инфантилизма и есть. Представьте себе маленького ребенка, может быть, годика в трех, может быть, годика в пяти, который каждое свое действие сопровождает ожиданием реакции одобрения, или, по крайней мере, проявления внимания со стороны взрослых. Какой замечательный. Он сам носочки одел, он сам ботиночки застегнул, он сам ручки помыл. Точно так же, и это не только мое мнение, но и ряды коллег сошлюсь на профессора Гринфилд, это проявляется у пользователей социальных сетей. Вспомню по этому поводу, известный наверняка юзерам интернета анекдот. Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает уважаемым пользователям, что если вы стали очевидцем пожара, то надо сначала позвонить в МЧС, а потом написать в Твиттер, а не наоборот. Ну да, то же самое происходит при, скажем, даже любое, там в метро человек упал на рельсы, первым делом люди все собираются и начинают это все снимать на телефоны, прежде чем принимать какие-то решения. Нет, ну понимаете, здесь опять же вопрос, если ты адекватный родитель, то когда у ребенка есть первое достижение, ты радуешься и говоришь молодец, но дальше ты его стимулируешь на следующий более тяжелый шаг, потому что ты же хочешь, чтобы он тебе 18 лет не только носочки надевал, но чтобы он у тебя развивался и в конце концов умел преодолевать трудности, совершенствовался и становился взрослым человеком. Поэтому в какой-то момент надо прекратить гладить по голове и начать что-то воспринимать как норму. Поэтому здесь вот проблема этой инфантильности, мне как раз кажется, она не российская, она в большей степени западная, потому что если смотреть на западную молодежь, то у них, во-первых, и период созревания более длительный, чем в России, с учетом того, что школьные годы дольше и прочее, прочее. И даже когда сейчас молодежь начинает общаться уже свободно со своими сверстниками в Европе, то наша же молодежь, будучи инфантильной, диагностирует своих сверстников в Западной Европе, рассказывая, какие они инфантилы. Да, особенно в Западной Европе, как жившие в Германии, могу сказать, что там чудовищно далекое. Это совершенно. Там в школе они, по-моему, лет до 20 остаются в средней. И там, я знаю, видел, когда 19-20-летних лбов идут в зоопарк. Ну, это, конечно, хорошо, да, некая гумандность, но... Нет, когда моя одна из студенток, по моему представлению, будучи достаточно инфантильной, рассказывала мне, как невозможно общаться там с студентами из Западной Европы, потому что они, ну, вообще. Вот. Поэтому это скорее их проблема. Но это также совершенно естественно. Чем выше уровень жизни, тем больше проявляется инфантильность. Вы считаете, это корреляция? Да, совершенно определенно. Концепция социального государства, ну, в западном понимании, она поощряет инфантильность. Ну, причем, вы знаете, даже не только социального государства. Это вот такой очень сильный глобальный феномен, про Китай очень много пишут. Там же была эта политика одна семья, один ребенок. И в результате выросли то, что они называют маленькие императоры. Единственный ребенок, которого родители балуют и носится с ним на руках, и в результате вырастают вот эти вот такие капризные потребители. Конечно же. К инфантильности ведет много путей. Один из них, когда деградация семьи, как социального института, сопровождается тем, что семья исчезает, а государство берет на нее свои функции, на себя ее функции, у них твистит. А с другой стороны, когда семья редуцируется, она сжимается, как клочок шагреневой кожи. И патриархальная семья канула в лету. Даже нуклеарная семья сейчас становится все более редким явлением. И когда в семье единственный ребенок, этого недостаточно для того, чтобы он вырос достаточной мере ответственным. Но тем более, когда эта семья, как часто водится, не полная у ребенка, нет образца для подражания. С кого делать жизнь? А если от противного, если наоборот, ребенок растет в семье и четко понимает, что он хочет по-другому, он хочет иначе, что его это не устраивает, но он хочет иначе. Пусть протестует, пусть бунтует. Вот в этом как раз и будет проявляться его оппозиция. Вот опять же, смотрите, вот ключевое слово бунт. Вот если мы посмотрим, то потенциал это действительно для бунтарства. Вот мне кажется, его не так много, как хотелось бы. Все меньше и меньше, потому что подушки подкладываются со всех сторон общества. Потому что смотри, с чего бы ни начинали, что ни начни делать, все превратится во флешмоб, который можно будет потом запустить в Инстаграм. Ну то есть вот... Простите, пожалуйста. А для чего нужен этот бунт? В том-то все и дело, что бунт, особенно подростковый, возникает на почве некоторой достаточной мере тепличной жизни. Если бы реальность была так сурова, что начиная с детских лет или подросткового возраста надо было бы выживать, идти работать на завод или идти пахать на поле, да? Я понимаю. Понимаете? Тогда, конечно же, об инфантильности речи не шло. А мне кажется, вот вы знаете, здесь может быть бунт на другой почве возникнуть. Когда наоборот все слишком хорошо, все слишком гладко, появляется бунтарь, который наоборот хочет по-другому. Да, у него есть все условия для существования, заботливые там родители, есть где жить, есть на что жить, но ему хочется иначе. Есть, но есть ли хворост для этого бунта, есть ли, так сказать, некая критическая масса такого социального недовольства, да, вот такого десента. Нет, Сереж, здесь просто, извините, вот ради бога, просто классические истории, которые уже стали хрестоматийными про американских отцов-миллионеров, которые наоборот лишали своего ребенка там содержания и всего прочего, чтобы он сделал это сам, чтобы у него не гасилось достижительное поведение, чтобы он научился, чтобы он не был паразитом. То есть, с одной стороны, это уже сейчас воспринимаешь как вот, наверное, так оно и правильно, наверное, так оно и надо. У нас, к сожалению, этого пока что, я вот не наблюдаю как некого явления. Ну, некоторые наши олигархи это сделали, кстати, да, очень интересно. Напомню, что у нас в студии Валерия Косомара, Высшая школа экономики и психолог Марк Сандомирский. Говорим мы о новом поколении и вернемся в эфир после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня. Вы знаете, вот у нас на финансе русский рок не играет. Если бы играл русский рок, такая, знаете, есть песня Макаревича. Вот море молодых колышет супер-басы. Мне 300 лет, я выпал с из тьмы. Они торчат под рэп и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. Вот. Говорим про тех, кто не такие, как мы. Говорим мы про новое поколение, поколение миллениума, поколение Y, поколение Next, поколение Жесть, как говорит нам здесь присутствующий психолог Марк Сандомирский. Что это за поколение? Готово ли оно к жизни? Позвоните нам по телефону 65 10 99 6. Может быть те, кому сейчас от 20 до 30 лет, кто родился между 1985 и 2000 годом. Вот это самое поколение Y. Как вы считаете, все, что мы здесь говорим, вся эта критика, она справедлива? Или напротив, на самом деле, это просто очередное новое поколение, подстроившееся, адаптировавшееся к новым экономическим и социальным условиям и точно так же готовое развиваться самой, развивать страну. Готово ли новое поколение к жизни? 65, 10, 99 и 6. Я хочу вот что спросить. Насколько вот это вот поколение, для него важна самораскрутка? Вот мне кажется, очень интересно, что люди себя очень легко и просто превращают в бренды. То есть вот это смотришь, как человек отстраивает свой профайл в ЖЖ, в Фейсбуке, как все жадно ловят эти, сколько у него фолловеров, сколько у него френдов, лайков и так далее. Это и есть естественный, детский нарциссизм, самолюбование, эгоцентризм, жажда привлечения внимания к собственной персоне, который на почве социальных сетей прекрасно реализуется. Да и, честно говоря, сам феномен такой взрывной популярности массовой социальных сетей, он тоже является соотражением социализации и вот этого стремления к самолюбованию, самораскротке. Сергей, ну мы с тобой должны честно признать, что точно так же живем в Фейсбуке, как активные пользователи, поэтому что уж тут говорить про это поколение в третьем лице. Здесь, несмотря на то, что наша дата рождения выпадает за заданные тобой рамки, ну вот, давай уж честно, давай по чесноку. Нет, но тут это стало некой-некой-некой жизненной стратегии. Вы знаете, друзья, у нас как раз из глубины поколения до профундис есть звонок, очень интересно сейчас будет послушать наши слушатели и потом мы вернемся к нашей дискуссии. Извините, Николай, Николай, слушай вас. Добрый день. Да, вам 19 лет, да? Да, мне 19 лет, я как раз включился на МСМ и услышал, так сказать, ваше рассуждение. Наезды, наезды уж, прямо скажем так, на ваше поколение. это будет не тактично так говорить. Нет, на вет, на веты, хорошо. Так вот, мне кажется, что ведущие находятся в плену стереотипов, что далеко не все моего поколения так повернуты на Инстаграме, Твиттере и прочем, что люди в основном используют это по назначению. Ну, в принципе, в принципе, что еще тут говорить? А, еще мне немножко не понравилось, а чем, в принципе, так плохо европейское молодое поколение? Если, допустим, вот у вас был пример, люди идут в зоопарк, хорошо, что в зоопарк должны только маленькие дети с мамами ходить? Наоборот, это даже очень хорошо, если у людей есть в жизни радостность, если людям интересно то, что было в детстве, у них это вызывает, возможно, какие-то приятные воспоминания. Николай, я здесь соглашусь, с вами это я оговорился, поймите, здесь нет никаких, по крайней мере, старающих, во-первых, возрастных ограничений, во-вторых, оценочных критериев, говорить, что такое хорошо и что такое плохо. Вот, то, что человек там, я не знаю, в 19 лет идет на рынок труда и зарабатывает деньги, или в 19 лет он идет в зоопарк и проникает в любовь к природе. Хорошо может быть и то, и другое. Ну, вы знаете, вот что скажите, а вы студент? Студент, да. Студент. Вы знаете, еще вот интересно мне будет споразить у наших звонящих нам в конце, мы об этом поговорим, а вы будете голосовать на выборах 8 числа? Буду, за Алексея Навального. Понятно, понятно. Ну что, Николай, спасибо. Станислав у нас на линии, 27 лет, тоже попадает в эту рамку. Станислав, слушаем вас. Здравствуйте, Сергей. Очень рад наконец до вас зазвониться, звонил, поднять даже еще тему. Вы, по-моему, с месяца назад поднимали ленивый ленивский человек. Было дело. Были прекрасные гости, да, и тоже скатились, что молодежь совсем не та, совсем вот не такая, какой вы ее хотите видеть. Ужасный Станислав, наверное, это возрастное брюзжание начинается уже. Да, немножко в защиту, да, мы не такие, мы не такие, как были, мы не такие, какие будут после нас, мы просто другие. Мы не ленивые, мы любим работать, мы любим пахать, мы любим узнавать что-то новое, мы любим поработать в нескольких разных странах. Да, мы не любим совещания, мы любим это делать в почте и в чатике. Если надо поработать, и можно в фейсбуке кому-то сказать что-то поработать, мы сделаем это в фейсбуке, будем использовать все способы коммуникации на расстоянии. Мы просто другие, мы по-другому воспринимаем информацию. Вот. Не надо бояться того, что мы другие, не надо нам не доверять. У нас целая страна, в которой нам надо выстроить нормальное государство, в котором мы хотим жить, мы по-другому просто видим себя и поколение после нас. Нормальный вот такой предпринимаемый ростов. Станислав, прекрасная совершенно речь, но я думаю, вас даже уточнять не буду относительно голосования 8-го числа. Голосовать идем, голосовать идем за того же, за кого голосует предыдущий кандидат, но не потому, что хотим, чтобы господин Навальный стал мэром Москвы, дело не в этом. Мы хотим показать, что нам не безразлично то, что происходит. Если как бы показатель будет большим, будем понимать, что нас много, мы будем дальше действовать, дальше менять страну. Правовые методы, без революции, без чего. Мы хотим перемен, мы хотим перемен к лучшему. Мы хотим работать ради этих перемен. Понятно. Спасибо. Спасибо, Станислав. Ну вот видите, такие два звонка из вот этого поколения. Напомню, наш телефон студийный 65 10 99 6. Готовы ли новое поколение, поколение миллениума, рожденное между 1985 и 2000 годом, к жизни в изменившихся условиях в Новой России? 65 10 99 6. Да, Марк. Вы знаете, замечательные звонки, замечательные молодые люди, но совершенно непоказательные для массы. Каждый раз, когда приходится сталкиваться с тем, что когда-то философ Гегель назвал разницей между абстрактным и конкретным мышлением. Абстрактно, когда мы говорим о поколении в целом, возрастной срезу общества, большое количество людей. А конкретно, когда вот этот человек принимает сказы на свой личный счет и горячо бросается в защиту своих сверстников или атаковать спикеров. Вся эта проблема в том, что таких молодых людей активных, проявляющих гражданскую позицию, дозванивающихся в эфир и так далее, меньше, чем других, для которых жизнь, как для ребенка, это просто процесс получения удовольствия и развлечений и не брать ни в коем случае лишнюю на себя ответственность. Согласен. А вот у меня, знаешь, здесь какой вопрос? А вот алкоголизм является следствием вот этой инфантильности? Один из вариантов, да, конечно. Это эскапизм, уход от реальности, ты можешь уходить в чаты, игры. Нет, просто, понимаешь, когда мы проговариваем, что страна спивается. А можешь ягу пить? с алкоголизмом еще интереснее. И алкоголизм, и избыточное курение, и наркомания, и разного рода зависимость, как принято считать в психиатрии, в психотерапии, это проявление особой, незрелой личности. И с этой точки зрения, когда человек пытается искусственным путем получать удовольствие и так снимает с себя стресс, в его мозге происходит ровно то же самое, что происходит в мозге грудного ребенка, когда мама кормит его грудью. Тянется ли он к соске или к материнской груди? Ну, понятно. Тянется ли он к рюмке или, простите, шприцу или что-то там еще? Ровно то же самое. Это только изменился. Допаминовый резонанс или как это все там на уровне химии мозга это одно и то же. Одно и то же. Эндорфиновый, да. Вы знаете, у нас я очень обрадован звонкам и тем, сколько лет звонящим сейчас я приму эти звонки, потому что, откровенно вам скажу, наша социология показывает, что аудитория Финам ФН такая, более возрастная, больше сорокалетние такие мужчины, состоявшиеся, бизнесмены, которые, так сказать, любят тот самый старый рок. Но что я вижу, нам звонят молодые люди, люди вот этого самого вот поколения. Ирина, 24 года. Слушаем вас. Добрый, добрый день. Я рада, что я вам тоже зазвонилась. Я бы хотела сказать по поводу нашего поколения, как бы я очень даже хорошо попадаю в ваши рамки, которые вы описали. Не знаю, я на самом деле в большинстве случаев считаю, что, к сожалению, очень многие мои сверстники плюс-минус старт, они, к сожалению, частично, если уж не являются ленивыми или не желающими чего-то делать. Очень часто попадаются, я вот просто как бы занимаюсь руководством одного из проектов, мне приходится очень часто искать персонал, да, для моей задачи, целей. И я очень часто сталкиваюсь с тем, что есть очень много людей. Ну, как бы в основном, причем того, что я работаю в той сфере, которая сейчас достаточно хорошо развивается, да, в разработке, я очень часто сталкиваюсь с тем, что есть очень много ребят, ну, в основном, это все-таки мой возраст, плюс-минус, они, у них достаточно завышенные требования, но при этом нет желания работать либо там выполнять какую-то часть задач, которые на них ставят. При этом у них есть достаточно огромная проблема с ответственностью, то есть, если там необходимо выполнить какие-либо задачи, в срок, это, ну, очень часто это получается просто невыполнимо. Ну да, причем, вы знаете, как часто тоже жалуются, что вот молодые люди, то, что называется, соскакивают с проекта, если им не интересно. Если работа не интересна, то вот человек не согласен работать через себя, через не хочу выполнять задание, потому что оно должно быть выполнено, но он знает, что будет другой какой-то проект. Ну да, только у них в любом случае получается, что портится репутация, там, отношение другое. Еще очень неприятный фактор, который я замечаю, люди не могут, ну, сейчас здраво оценивать стоимость их работы, да, относительно рынка, относительно рынка, да, и относительно того, как бы, ну, что на самом деле они умеют, да, относительно квалификации, непосредственно. вот, ну, рынок, рынок, ну, по-своему, да, я могу сказать, что у нас цена очень сильно заучена, то есть, это реально какие-то сумасшедшие суммы, какие-то сумасшедшие цифры, и, ну, люди просто не могут работать на меньшее, как бы, зачем? Ну, да, я даже смотрю, что вот у меня очень часто попадают студенты, да, которые, ну, вот они только там закончили вуз или еще что-то, у них нет недостаточно опыта, недостаточно квалификации, то есть, у них нет там завершенных проектов, я не могу посмотреть в портфолио. Ну, да, они сразу хотят, вот сколько хочет вот такой вот студент? Такие студенты хотят от, там, 60-80 тысяч, ну, на меньшее мы не пойдем. На меньшее? Когда вы начинаете с ними разговаривать, что, ну, поймите, пожалуйста, да, что у вас нет проектов, я не могу вас взять вот просто вот так вот слепо, ну, потому что это моя ответственность, моя зона ответственности, да, и мне потом за это отвечать, это как бы, там, мои деньги, мои финансы, мое время, и там, время инвесторов, учредителей. Ну, да. Как, если вы сорвете, что я буду делать? Нет, ну, вы понимаете, как бы, ну, я слышу просто такое ответственность, ну, вы понимаете, вот, таких же специалистов, как я, мало, поэтому платите мне, что ли, деньги, и, возможно, я буду работать. Ну, да, Эрин, спасибо, спасибо, да, за такой взгляд изнутри. Ну, на самом деле, да, ведь это тоже самый синдром, вот это нарциссическое расстройство личности, то, что человек так завышен на себя, вот, это, мне кажется, часть рекламы, понимаете, реклама, ведь я этого достоин, ведь я этого достойна. пока вот сейчас вот Ирина говорила, в голову пришло следующее, если мы бы сейчас говорили с вами про страны с нормально развивающейся рыночной экономикой, то рынок, он балансирует, выравнивает, и вот эту завышенную самооценку, он их приводит в норму, потому что понятно, ты пришел такой талантливый, есть энное количество, а у нас, если говорить вот про советские времена, что происходило, с одной стороны, была установка надо, которая формировалась идеологически, да, ну, идеология, надо то-то, надо это, и все мы жили надо, плюс была определенная дисциплина, которая тоже была такой вот частью режима, попробуй, опоздая на какое-нибудь там предприятие, да, ну, да, все понятно, что будет, там уже на пробку не сошлешься, а вот это поколение, про которое мы сейчас разговариваем, оно как раз попало, с одной стороны, не работают рыночные механизмы, до конца еще не заработали институты, рыночные механизмы, а с другой стороны, эта дисциплина вместе с режимом ушла, и по большому счету, у многих же какой-то шалтай-болтай, у тебя есть варианты, у тебя есть выбор, и есть свобода, которая дурманит, и которая вот, с другой стороны, несбалансированная самооценка, и тяжело же, получается. Лер, да, вот очень правильно ты говоришь, мне кажется, здесь еще факт тот, что у нас перераспределительная экономика, у нас экономика не рыночная, да, у нас нет, так сказать, трезвой вот такой эвалюации, трезвой оценки, ни рыночных активов, ни стоимости компании, ни стоимости отдельных людей, поскольку у нас все основано на, так сказать, близости к госбюджету, все основано на связях, у кого-то где-то дядя работает, кто-то кому-то понравился, вот, и вот когда у нас настолько наша экономика пронизана не рыночными, а вот этими вот приватными и в основном перераспределительными отношениями, которые перераспределяют всю одну и ту же нефтяную ренту, то у людей вот это вот теряется достижительный стимул. Конечно, ведь до сих пор наше общество еще такого переходного типа, мы еще не избавились от родимых пятен, но не капитализма, а развитого социализма, и вот это вот все построено на личных связях, вот эта вот клановость, все это оттуда. Надо сказать, что в советское время тоже была инфантильность, она даже пестовалась, но была очень специфическая. Вот фильм «Курьер» взять, Назарова, например. Гражданская инфантильность в советском обществе взращивалась, люди были политически пассивны. А сейчас инфантильность произрастает личная, семейная, профессиональная. даже когда сегодняшняя молодежь очень активно себя проявляет в гражданской жизни, она просто пытается компенсировать тем самым инфантильность в других жизненных сферах зачастую. Ну просто то, что вы называете советской инфантильностью, зачастую принято называть стабильностью, потому что люди говорят о том, что была уверенность в завтрашнем дне в плане трудоустройства, закончил школу, институт, рабочее место. Давайте назовем это патернализмом. Да, да, да. Ну в этом смысле, вы знаете, мы недалеко ушли от советского опыта, и у нас, так сказать, как была перераспределительная, патерналистская такая вотчинная экономика, так она и осталась. Сегодня у нас такой эфир, вы знаете, с эйджизмом таким, мы спрашиваем возраст у звонящих. Так что вот у нас Федор 29 лет. Федор, добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем, да, слушаем, слушаем. Я немножко, немножко выделяюсь из вашей рамки, да, я чуть-чуть постарше всего на год, сказать ровно две вещи. Первое, это копнуть чуть поглубже, да, от того, на самом деле, где мы танцевали, где мы родились, и что с нами было, да, вот здесь мы в одной стране, как-то, потом она же нерадостно приказала долго жить, прекратила свое существование, и мы вынуждены как-то функционировать и находить себя в новой, в новой стране. И вот, допустим, я считаю, что люди, которые родились там лет на 10, молод, чем я, которым 19 лет, они совершенно другие, нежели я, потому что мы застали еще некую советскую школу, советскую систему, и должны находить себя как-то вот в той реальности, которая нас окружает сейчас. И сказать, что вот почему, может быть, наше поколение немножко уходит в компьютеры, в игры, в это виртуальное пространство, как и все, да, во-первых, это все-таки социальная среда, которая новая, которая нас окружает, а во-вторых, это что-то, на самом деле, такая замена, абсолютная замена той реальности, в которой мы, может быть, каким-то образом не можем приспособиться в сферу, в силу своего воспитания, в силу своих корней, скажем так. Ну, понятно, то есть, вы имеете в виду, что ваше поколение попало в этот зазор, в эту яму между советской реальностью и новой рыночной реальностью, и в ней, не найдя себя, вы нашли некий третий путь, да, уход в виртуальную реальность. Вот, вполне возможно, что есть, да. Понятно. Спасибо. Спасибо, Федор, очень интересный анализ. Так же, как раньше была внутренняя иммиграция, так же сейчас иммиграция социомедийная, виртуальная, убежать в интернет. И, Федор замечает, сказал про то, что даже небольшая разница в возрасте играет существенную роль. И реальный, такой качественный сдвиг психологии младежи произошел для тех, кто родился, вот, начиная в 89-90-е годы, потом начало 90-х годов, потому, что эти дети еще в младенчестве, буквально, с молоком матери, впитали в себя те бурные социальные стрессы, которые их родители, которые их мамы переживали. это накладывает, как показано, неизгладимый отпечаток на развивающийся мозг ребенка. И потом, уже в возрасте подростковом, переходном, пубертатном, когда они доросли до 13-14-15 лет, и когда еще гормональный взрыв, и тогда заложенная вот эта психологическая мина замедленного действия, заложенная в раннем детстве, и сработала, и стала проявляться. Вот почему, начиная с середины нулевых годов, стало меняться молодое поколение. Когда все доросли. Согласен. И нам, действительно, даже, может быть, в рамках этого самого поколения Y, поколения Миллениума, надо уже провести какие-то градации. Напомню, наш телефон прямого эфира 6510996. Считаете ли вы, что новое поколение готово к жизни? Мы примем ваши звонки после перерыва. И снова добрый вечер, программа Археология. Говорим сегодня о поколении Y, о поколении Миллениума. Знаете, их еще называют поколение Ми-Ми-Ми, как было поколение Ми, в английском поколение Я, а тут поколение Я-Я-Я, троекратное Я, подверженное нарциссическому расстройству личности, как говорит нам здесь социолог, психолог Марк Сандомирский. Это программа Археология. У нас в гостях сегодня Валерия Косомара и Марк Сандомирский. Телефон студийный 6510996. Александр у нас на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр, у меня двойственное положение, мне 45, детям 25. Поэтому, как бы, с одной стороны, уже вроде как в одном возрасте, с другом стороны, видно детей. Личный пример. Приходит сын и говорит, пап, я тут на работе освоил одну фичу и показывает мне ее на компьютере. И вот тут я испытываю двоякое ощущение. Во-первых, вроде бы гордиться надо, он пришел, я такую вещь освоил. А с другой стороны, то, что он освоил у нас, когда я заканчивал технику, умел делать каждой девочкой из соседней группы и даже этим не гордилась. У этого поколения, которому сейчас 25, возник разрыв поколений. Когда я приходил, скажем, в НИИ, передо мной сидели люди, которые 20 лет, 30 лет занимались и было с чем сравнить. Им сравнивать не с чем. Они считают, что вот они и есть самое лучшее, чего у нас есть. Никакого сравнения с следующим поколением нет. И поэтому, когда он что-то освоил, он искренне считает, что это самое крутое, что и жизнь. Я, скажем так, в его возрасте уже делал вещи, которые на три порядка были сложнее. Но Энда этого не видела, он этого не знает, ему не с чем сравнивать. Это поколение выросло на торговле. У них нет производства, у них нет разработок, у них нет реального креатива. У них креатив, ну, поехать там различить, где-нибудь на курорте, где все включено. А вот разработать, скажем, телевизор простой, самый обычный. То, что мы делали, извините, как курсовый проект. Они не могут. Айфон, на самом деле, простое устройство. Там разработают коллективы из пяти человек на два месяца. Чтобы вы понимали. Многое из того, что сейчас продается, мы разрабатывали, ну, как курсовые проекты. Ну да, Александр, здесь действительно вы говорите о том, что вообще, особенно, я так понимаю, что вы технарь, инженер. Вы понимаете, я бизнесмен. Ну, по образованию, по образованию, слышится, слышится... По образованию, я ради инженер, да, у меня технический производственный бизнес. Я все это вижу. То есть это некий уход советской инженерной школы, и они приходят на голую поляну, нет? На самом деле, гораздо все хуже. Дело в том, что за последние 20 лет мы потеряли бизнес на 20 лет вперед. Почему? Я проанализировал всех бизнесменов, которых я знаю, у всех у них техническое образование. Да, да, гуманитарии не пошли. Бизнес могут организовать только производственники. Они могут быть финансовыми, кем угодно. А у них системное мышление. 20 лет мы давали своим детям бессмысленное образование. Они получали менеджмент, макетинг, рекламу, юриспруденцию, всю эту фигню, которая не может запустить бизнес. Он может быть юристом, он может быть рекламщиком, но он не может запустить бизнес. Извините, просрали, в прямом смысле слова, два секрета ворсей. Нам нужно сейчас запускать техническое образование. Нам нужно делать все нетехническое образование дорогим и платным. Чтобы люди получали любое техническое образование. Врач может организовать бизнес. Маркетолог не может. Вот если мы хотим развивать следующее поколение, нам надо вот просто делать это. Это поколение, к сожалению, оно будет жить. Оно приспособилось замечательно. Оно будет играть в танки по интернету. Они будут покупать пятый айфон и будет все хорошо. Но развивать страну это поколение не сможет. Спасибо. Спасибо, Александр. Такой жесткий, беспристрастный, но, по-моему, справедливый взгляд. 65, 10, 99, 6. Готовы ли новое поколение к жизни? Может ли новое поколение развивать Россию? Сергей в студии. Алло, добрый вечер. Сергей, добрый вечер. Ну, вы знаете, к сожалению, я вот практически могу подписаться под каждым словом, которое сказал, я даже могу сказать, коллега мой, у меня подобная ситуация, вот на развитие, буквально полгода назад, вот подучебный год заканчивался, мы набирали людей. Это Бауманка, это мои и физтех. Я вам хочу сказать, у меня волосы стали дыбом, насколько низкий уровень знаний у выпускников. Понимаете, просто после этого вот меня нисколько не удивляет, что мы, оказывается, не можем уже самолеты собирать, да, там вот то, что там касается и так далее. У меня бизнес там чуть-чуть с этим вот связан, да, уровень Бауманки. Я не знаю, как это описать. И я не знаю, что их учат. Раньше они хотя бы, вот правильно, у них системное знание было, они могли анализировать и так далее. Даже если ты в процессе там не особо разбирался, у тебя тебя учили работать с информацией, тебя учили анализировать это все. Сейчас, к сожалению, этого нету, но я хочу сказать, что мы, наверное, наше поколение виноваты в этом. потому что, к сожалению, у нас доктрина сейчас какая? Самое главное заработать, да? А дети, они же как губка, они впитывают то, что видят вокруг. А у нас что? Вот надо заработать, нужно сделать, там это купить, вот это сделать и так далее. Вот мы это и получаем, а ведь все плохое, оно впитывается моментально, а выбить хорошее потом и заменить будет очень трудно. Понятно, спасибо, спасибо, Сергей. Ну да, я согласен, кругом посмотришь, кругом одни копирайтеры, пиарщики, ивент-менеджеры. Где же, откуда взяться системного мышления? Нет, для того, чтобы то поколение, которое в свое время, получив технические образования, ушло в бизнес и сейчас осознало, что оказывается, произошел разрыв поколений. То есть, наверное, чтобы понять, тоже необходимо было время. Поэтому сейчас тоже вопрос не в том, чтобы посыпать там голову пеплом, а думать, что дальше? Как сделать востребованную бауманку, где надо впахивать и где намного тяжелее, чем на гуманитарных специальностях? Ведь мы же прекрасно помним. Ну, сейчас, да, это не стало по-прежнему модно. Сейчас модно идти на муниципальное, государственное муниципальное управление. Последние годы, да. Сейчас хотят чиновниками стать. Это еще даже хуже. Раньше хоть в рыночные какие-то шли, в юристы, да, там, финансистами. Рекламщиками, в конце концов. Ну, был, был, был. Сейчас хотят быть чиновниками в муниципалитете. Да. Давайте еще возьмем пару звонков и затем еще нам нужно поговорить о, так скажем, политических ориентациях вот этого вот нового поколения. Андрей. Здравствуйте. Добрый вечер. Если можно, коротко. У нас уже времени немного. Ну, у меня есть несколько тезисов. Вот предыдущий оратор говорил по поводу того, что все думают о наживе. И хочу сказать о том, что действительно так и вся экономика западного мира строилась на выходцев из стран, скажем так, социалистического лагеря. А базируется это на том, как она строилась на выходцев. Что все передовые технологии делали ученые, которые взращивались не в Америке и в Англии, а которые взращивались в Китае, России, Индии и странах Восточной Европы. К тому, что поколение ми, которое сейчас у нас вот это вот есть, оно в западных странах проделось еще раньше. То есть, вот эта вот демократия, она порождает людей с нарциссизмом, которые настроены как раз не на задачи всего, как бы всей страны там или всего какого-то клана, а зациклены, собственно, на решении своих задач. Соответственно, поэтому оно не заинтересовано в том, чтобы двигать всю систему вперед. То есть, Андрей, вы считаете, проблема, так скажем, в политическом устройстве вот этого постматериального, постматериалистского общества? В экономическом. То есть, это даже не политическое устройство. То есть, в экономическом устройстве именно вот этого... То есть, проблема в капитализме. То есть, капитализм сейчас живет только на тех плодах, которые им дали там социалистические страны. Ну, там, или псевдосоциалистические страны. Ну, понятно. Ясно, Андрей, спасибо. Ну, мне кажется, интересная точка зрения, в том числе это о соотношении индивидуализма и коллективизма в 20 веке, да? И, скажем, но все-таки я не знаю, уж так капитализм списывать, если вспомнить крупнейшие изобретения и 19-го, и 20-го века, они были созданы после капиталистической традиции. Я думаю, что конечно списывать его со счета истории преждевременно, но я хочу вспомнить прогноз гениального российского ученого Сорокина, который... Петерема. Петерема, да. Сорок лет назад сказали еще о том, что в конечном счете через промежуточному общественному устройству между социализмом и капитализмом, каждая из них является собой определенной крайностью. И сегодня, когда мы видим быстрое развитие Китая, Индии, экономическое, производственное, научное, в этих странах менталитет в значительной мере по-прежнему остается коллективистским. Это им помогает опережать в темпах развития Запада. Сереж, ну просто здесь еще в голову приходит Хосе Ортега и Гасса со своим восстанием МАС, потому что то, про что он писал в начале 20-го века, сейчас мы фактически видим апофеоз консюмеризма во всех его проявлениях. То есть когда он-то задумался об этом, это фактически старт и серийного производства, и переход от одной экономики к другой экономике. Но вот то, что сейчас, это логическое завершение того, что наблюдалось 100 лет назад. И, наверное, с одной стороны, если рассматривать это как некую фазу развития, это вполне естественный процесс, потому что он завершается так, как завершается. Наверное, проблема, я думаю, в том, что индивидуализму была дана невероятно сильная технологическая платформа в лице гаджетов, в лице интернета, и в результате получилась такая атомизация. Потому что все-таки 100 лет назад технологии, они были достаточно массовыми. И радио, и телевидение, которое затем позже родилось, и промышленное производство, и все эти массовидные технологии. А сейчас и производство, и потребление становятся очень сильно индивидуализированным, и вот этот капиталистический человек реализуется полностью. Вот мы видим его в этом самом поколении Y. Давайте возьмем еще один звонок. Я вижу, что очень много у нас звонков. К сожалению, на все не успеем ответить. Но вот Дмитрию, наверное, попробуем. Дмитрий, пожалуйста. Алло, алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел немножко заступиться за вот это самое поколение. Ну, слава богу, давайте. А то мы в середине нашей передачи совсем в черноху. Да, плохо. У меня 32 года, и я немножко как бы чуть-чуть уже могу сверху посмотреть, я немножко не вхожу уже в эти рамки до 1985 года. Я сам закончил Суворовское училище, и мы как-то встречались пару лет назад с нашим офицером, который 15 лет назад, или там 18 уже лет назад, да, он у нас преподавал. Да. В 8 по 11 класс. И было интересно, задали вопрос. Ну, как вот, скажите, Виктор Викторович, да, как вот новое поколение от нас отличается чем-нибудь? Он сказал так. Ребята, говорит, не в обиду вам будет сказано, вы, говорит, очень были хорошие, умные, там, все, да. Говорит, новое поколение, оно, говорит, гораздо вас интереснее и креативней, и работоспособней. Вот, то есть, к слову, это тогда был 95-й год, а сейчас, например, 2013, да. Говорит, ребята, они о таких вещах задумываются, да, о которых, говорит, я, взрослый мужик, да, недавно только стал как бы так вот думать. Они, вот, говорит, уже вопросы задают такие взрослые. Они, говорят, такие там, начиная от конкурсов делать какие-то выступления, они подготавливают докладов политических, экономических, что, конечно, говорят, современные вот люди, да, уже с взгляда на интернет другим, вот эта информационная у них насыщенность, но другая. Ну, вот о чем и говорили. И я еще хотел бы такой вот момент заметить. Дмитрий, вы знаете, да, очень коротко у нас время в эфире кончается. Да, просто по поводу, три слова буквально, по поводу зарплат, да, что люди молодые приходят и хотят зарплату и так далее. Да, это так и есть, но, извините, они живут где? Они смотрят, как цель ездит, на каких машинах, Porsche Cayenne там, да, X6. Они тоже это хотят. И они видят тех, кто получает 30 тысяч рублей, да, и что они ничего не имеют. Так, извините, конечно, у них запросы, соответственно, подправили. Ну, Дмитрий, да, вот с этим, наверное, не соглашусь, потому что такая ситуация есть, скажем, где-нибудь и в Японии, где тоже кругом хорошие машины и культ потребления, но, тем не менее, в очень многих культурах люди приходят с адекватными запросами, с адекватной оценкой себя и понимают, что нужно некое время поработать и профессионально вырасти, прежде чем требовать больших денег. Вы знаете, вот интересно, я хочу заметить, что, сейчас подводя итог нашим звонкам, что те, которым было, вот первый звонок был 19 лет, да, от 19 до сейчас, Дмитрий, 32 года, все выступают в поддержку этого поколения. А все, кто уже старше было, от 35 до 45 лет, уже следующее поколение, они все как раз говорили с критикой. То есть вот на материале нашей передачи мы все-таки видим этот поколенческий разрыв. Последнее я хочу обсудить. Политический профайл этого поколения. Вот я знаю, Лера, вы проводили исследования в вышке. Это поколение более апатично, более аполитично, по сравнению, скажем, с нашим. Те, кто был рожден в 60-е, 70-е годы. Ты понимаешь, поскольку наше поколение, оно попало на несколько таких вот тектонических сдвигов политических, то здесь, наверное, мы были вынуждены быть в политике. То поколение, которое мы сейчас видим, оно само себя очень часто называет поколение Путина. И они говорят, что с того момента, когда я стала смотреть телевизор и помню себя как активного зрителя, там был Путин. Прошло вот сколько уже лет, я за это время успела вырасти, там вот уже школу закончила, уже в университет пришел. Но они же не смотрят телевизор, они же уже все-таки поколение интернета, а не телевизора. Это потом уже, будучи студентом, у многих продвинутых студентов становится модным говорить, что я не смотрю телевизор. Это тоже некоторая фишка, демонстрирующаяся тебя как вот человека современного, потому что современные люди не смотрят телевизор. А так-то это, понимаешь, вот поэтому по результатам моих исследований для многих студентов вся вот эта политическая движуха, она воспринимается очень часто либо как некий опыт, который надо приобрести, потому что его до этого не было, а надо почувствовать на своей шкуре, либо это просто как некая движуха, где много медийных лиц, и поэтому круто на них посмотреть, но людей с гражданской позиции, которые туда приходили бы не потусоваться, их не так много, как кажется. И поэтому, вот, не знаю, глядя на Болотную, глядя на Сахарова, я вижу, что баланс-то возрастной он туда, в сторону 40 и даже 50-летних, да, грубо говоря, аудитория эхо Москвы. Потому что именно те люди, именно те люди, которые, вот этот вот баланс, это те люди, которые видят сдвиги, которые происходят в политической системе, потому что они знали, что мы пришли к чему-то, от чего мы ушли, к чему мы приходили, и они сейчас понимают движение на попятную. А та молодежь, которая, как сама себя называет, поколение Путина, она не может этого почувствовать. Условно говоря, они не боролись за свободу, она им досталась вместе с потребительской корзиной, как само собой разумеющейся. А ты не видишь потенциала, что это сдвинется? Вот сейчас, скажем, я не знаю, там, с феноменом Навального, что большая политизация вот этого нового молодого поколения, 20-летних. Ты знаешь, мне кажется, здесь та ситуация, про которую Марк говорил в самом начале, когда этих людей настолько мало, что это на уровне все-таки статистической погрешности, если брать в целом по стране. Я сейчас не беру феномен Москвы, то, что Москва — это не Россия. Но если брать в целом по стране, то это ничтожно мало. — Ну что ж, подытоживая наш эфир, я должен сказать, что, вы знаете, может быть, даже по звонкам поняли, если такой месседж новому поколению, что предыдущее поколение, оно никуда не собирается уходить. Да, у нас новая реальность, при которой новому поколению придется изобретать для себя работу, изобретать для себя рабочие места, изобретать продукты, которые вы будете потреблять, изобретать занятия, и вообще весь новый мир. И никто для вас это не сделает. Ни папа, ни мама, никакое государство. Я благодарю вас за участие в этом эфире. Это была заведующая лабораторией политических исследований Высшей школы экономики Валерия Косомара, психолог Марк Сандомирский. Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.